Здравствуйте! Алексей Драматург, танцдраматург, режиссер, продюсер и перформер. Тема доклада Алексея Эрберга – возможности генеративных технологий для творцов. Начнем с того, что при начале разработки мультимедии, как таковое для вашего проекта, у вас есть два пути. Соответственно, первый путь. Вы хотите делегировать ее создание другому творцу, медиахудожнику. Вы, например, хореограф или режиссер. То есть вы постановщик и хотите именно этим и заниматься на вашем проекте. Соответственно, здесь подход такой же, как с отбором любого члена творческой креативной команды. Вам должно действительно нравиться, что создает медиахудожник. За каждым творческим проектом стоит мышление его создателя. Соответственно, в вас должен быть отклик на то, что создает этот медиахудожник, какие темы поднимает, как это перекликается с вашим мышлением и поиском. На посознательном или осознанном уровне вас должно цеплять и притягивать то, что делает этот человек. В моем случае… Еще раз, уточню, хорошо меня слышно? В моем случае, когда я продолжал развивать спектакль, смотреть в одном направлении, я понимал, что для определенного количества сцен мне нужна мультимедиа. Что я хочу больше раскрыть космический, метафизический масштаб самой истории и больше раскрыть элемент шоу для зрителя. Соответственно, когда я начинал поиск и открыл для себя работы медиахудожника Айзека, или в реальности Михаила Нощенко, то притяжение произошло. Важный момент. Мне было все равно, какими именно средствами и инструментами Михаил это создает. Мне было важно, какого творческого результата он с помощью них достигает, какое он видение реализует и что это перекликается с тем уровнем качества исполнения, которое я искал для своего проекта. Соответственно, как началась наша работа в данном ключе по этому первому пути. Он прочитал пьесу, прослушал музыкальные и голосовые треки нужных сцен, которые у меня были. Потом мы встретились, обсудили сам материал и вложенные в него идеи. И подробнее поговорили о сценах, для которых мне хотелось мультибиение. И что в них, собственно говоря, происходит. На примере двух сцен я продемонстрирую, к чему мы пришли. Значит, первая сцена, да, репетиция «Танцы Кали». Хореографом Ксении Петренко для актеров в этой сцене был создан танец. Соответственно, Танец Кали, традиционная индийская история, гласит, что боги создали непобедимую воительницу Кали, чтобы сокрушить древнего бога изначального мира. А когда она его и его армии сокрушила, то была настолько пьянена и отравлена кровью и схваткой, что не могла остановиться. Празднуя победу, она пустилась в бешеный пляс, сотрясая весь мир и угрожая его разрушить. Соответственно, Михаил сперва увидел эту концепцию с таким комментарием, что он воспринял это в первобытном ключе. Под концепцией. И в данном случае я говорю, имею в виду то, что те картинки, которые вы сейчас увидите, он прислал, так как вся проекция, которую он делал, происходит в реальном времени. Соответственно, он мне просто прислал, чтобы мне было понятно, так как я не вникал в технологию, которую он делает, чтобы мне было понятно, как этот рисунок может развиваться или от чего он, в принципе, будет в этот момент отталкиваться. Соответственно, первый рисунок, ну и дальше все семь. То есть, соответственно, здесь, как он и сказал, как он и прокомментировал, что он воспринял это в первобытном ключе. С моей стороны, хотелось, чтобы мы отошли от традиционной истории, чтобы больше чувствовалось, что это, во-первых, развлекательное шоу, которое героиня, кинотеатральная дива Вивьен Хайер, создает на широкую аудиторию, и что она хочет за этой историей скрыть боль от гибели мужа во время военной операции. И это такая ее попытка подавить чувство беспомощности, и чтобы уже в мультимедии присутствовало больше самой метафизики космоса, которая бы задавала направление развития всех образов истории в дальнейшем. После этих уточнений Михаил сразу же создал результат, который я сейчас покажу. В видео я собрал из трех отрывков. Первый отрывочек – это сама мультимедия. Второй – это как выглядело в зале, где он в реальном времени создавал эту проекцию. И третий отрывок – как можно применить эту же мультимедию в маленьком зале. В моем случае, когда театральные площадки отходили от ковидных ограничений, маленьким площадкам удалось это сделать быстрее, так как я не хотел отказываться от танца, который там просто бы не поместился. Соответственно, я подал его через проекцию записанного танца, проекции. Сейчас вы это увидите. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Шрамшов, над которым мы работали с Михаилом. Здесь у космонавта-испытателя Гевина Мейбла начинается приступ ПТСР, о котором мы сегодня уже все говорили, посттравматического синдрома, когда он оказывается на мультимедийной выставке с голосами и видео, которые напоминают ему об аварии и гибели команды. Для этой сцены Михаил сразу же создал вариант, который сейчас продемонстрирую. Видео также собрано из трех отрывков. Соответственно, сначала мультимедиа, потом как это выглядело в одном зале и как это выглядело в малом зале. Шрам, шрам, шов, шоу, место, соединение, соединись, след, след, рубец, рубец, место, скрепление, скреплитация, утечение, удаление, удаление, отсечение, ранние, поздние, круговые, круговы, осложнения, осложеные, Подал Доричь, Доричь, Торичь, Овцогальдер, Зинцеды, Инфилат, Зажим, Зашьфриц, Засквитриц, Снори, Снорик, 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 Брызачи, Обработка, Авропир, И обработка, 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 Неизгодность, Изоплательность, Испытание, Испытание. Субтитры делал DimaTorzok Другую вынужден, передождение, передасчет, шрам, шрубец, руселец, селиместа, сгрязнение, скиркление, саяния, сый, дозрых, речь, дозрых, речь, дозрых, речь, дозрых, речь, нарез, надеждение, на возрождение. Все работает отлично. Включ на старт. О первом пути мы поговорили, переходим ко второму пути. А именно, когда вы сами вступаете в диалог с генеративной сетью. Почему диалог? Потому что генеративные сети обучаются от ваших запросов и уточнений. Потому что все генеративные сети отличаются друг от друга и обладают своими особенностями конечного результата, на котором специализируются. Поэтому здесь вы пользуетесь тем же критерием при отборе. Вам нравится, как именно выглядит конечный результат той или иной генеративной сети. Как именно она рисует лица, или передает движение, или выдает качество звука. И любые другие критерии, которые важны для вас и, собственно говоря, вашего проекта. Сети, связанные с картинками, видео и музыкой, понимают сейчас жанровые запросы, кадровки, планов, музыкальные инструменты. У большинства из них простой, понятный интерфейс, но это всегда творческий диалог через уточнение того, чего именно вы хотите. И того направления, которое вы выбираете для дальнейшей генерации. Соответственно, если, когда мы обсуждали первый путь, да, вы работаете с мультимедийным художником, соответственно, он эту часть берет на себя. И он творит, и вы творите. Здесь, в данном случае, вы должны с каждым разом все четче-четче понимать, чего на самом деле вы хотите. Именно вы хотите. Скажем, вам нужна для постановки хореографии оригинальная оперная ария или ария в стиле мюзикла. Я, например, развивая проект «Смотреть в одном направлении», захотел, чтобы у моей дивы Vivienne Hire была своя ария. Я написал английский текст арии под названием «Последний день лета», а потом в ходе генерации музыки и тех путей вариаций, которые предлагала сеть, в арии возник сначала диалог героини с ее мужем погибшего, да, и позже проявилась некая фигура безымянного солдата. И это все с тем же текстом, который у меня был написан, но благодаря экспериментам со звучанием, да, текста, меня это вывело на подобный подход к данной арии. Аудио 11. Аудио 11. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok вот именно что она в какой-то момент выдала мужским голосом я подумал «О, здорово! здесь появляется как раз таки муж который ей отвечает» или финал спит другим голосом я понимаю «О! это интересно!» и там еще появился хор это действительно какие-то безымянные солдаты которые тоже хотят вернуться домой или что-то они испытывают поэтому мне показалось что все эти варианты они попадали то, куда надо и поэтому я продолжаю развивать этот путь и пришел к этому. И, соответственно, плюс данных музыкальной генерации, что они позволяют, когда вы создали основное ядро, отобрали, что это то, что вам нравится, вы можете переосмыслить начало или финал. То есть, если вы хотите использовать это в своем, например, спектакле, но решили поменять местами сцены и захотели, например, в эту сцену войти более агрессивно и динамично, соответственно, вы просто перегенерируете в том ключе, который вам надо. Или, если вы хотите более каверно, установку с каким-то одним инструментом, соответственно, вы задаете эти параметры, и у вас может получиться композиция, которая будет очень… Я чуть позже тоже продемонстрирую в финальном ролике. Так, значит, теперь предположим, что у вас есть начитанный текст какого-то монолога, стихотворения или диалога, записанный на телефон, диктофон или в студии, но при условии, что четко. У меня, например, был начитанный в студии отрывок текста из моей пьесы «Три единства» для аудиоспектакля, аудио 12. Это какая-то шутка? Вы знаете этих людей? Дальше я сам. Здравствуйте, Айк. Меня зовут Ингрид. Хотя вы это и знаете. А я Ман. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто снабжал вас информацией, когда вы писали пьесу «Три единства»? Или вы где-то нас заметили, а потом наняли кого-то за нами следить? Я с утра обычно плохо соображаю. Естественно, чуть схитрил. Это полностью сгенерированные голоса и, соответственно, полностью сгенерированная озвучка, реплик пьесы для аудиоспектакля. Значит, далее, предположим, что у вас есть картинки или фотографии образов ваших персонажей. У меня для проекта «Три единства» было создано такие образы, для одной из них даже в двух эмоциональных состояниях. Можно картинки 13, 14, 15, 16. Персонаж Айка. Персонаж Ингрид. Ман в одном эмоциональном состоянии и Ман в другом эмоциональном состоянии. И теперь, имея на руках аудио озвученного текста и одну картинку персонажа, или несколько, если у вас несколько персонажей, мы можем сделать вот такую штуку. Видео 17. Уточню, что музыка не генерация. Композитор Егор Лепин. Это какая-то шутка? Вы знаете этих людей? Дальше я сам. Здравствуйте, Айк. Меня зовут Ингрид. Хотя вы это и знаете. А я Ман. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто снабжал вас информацией, когда вы писали пьесу «Три единства»? Или вы где-то нас заметили, а потом наняли кого-то за нами следить? Я с утра обычно плохо соображаю. Майк. Сто процентный я. А Вирджиния – это я. Считайте, что мы вас разыгрываем. Вчера в зале я ощущал именно это, что меня разыгрывают, а потом испытал дикий гнев. Но история с такой мощью и искренностью прорвалась внутрь, заполняя собой все укромные уголки. Не спрашивая и не давая шанса на спасение от полного обнажения, от того, что вывернут наизнанку, представлен зрителю максимально уязвимо. На их суд, где каждая их эмоция может быть приговором. Так глубоко никто не проникал в суть моего мироощущения. Какой момент из моей жизни стал поворотным для отбора моей кандидатуры, Айк? Самое смешное, и я сам себе удивляюсь, что еще не ушел. Мне почему-то сложно поверить, что вы оба сумасшедшие. Чего вам на самом деле надо? Правды? Я не собираюсь подавать на вас в суд. Произведение получилось прекрасное. Словно увидело себя в параллельной реальности или в какой-то конкретной точке своей жизни. Просто признайтесь, почему выбрали именно меня? И меня. Почему? Соответственно, все эти поиски вы можете делать, сидя дома за ноутбуком, в пижаме, с чашкой чая или кофе. Но надо понимать, что чем сложнее проект и чем больше у вас персонажей, то, соответственно, вам может понадобиться программа для монтажа, аудио-видео, ну или какие-то более серьезные вещи. Хотя, в принципе, сейчас многие генеративные сети начинают означать интерфейсом, в котором вы можете, соответственно, и монтировать получившиеся генерации и добавлять к ним музыки. То есть, соответственно, так как это все развивается здесь и сейчас, то, соответственно, и функционал их становится более понятным для пользователя. Но мне по-прежнему удобнее, например, сгенерировать материал, загрузить его в монтажную программу и, соответственно, там уже ворочить, как я хочу. Если вам для проекта по ту же хореографию нужна мультимедиа какого-то определенного мира или города, или каких-то событий, или персонажей, то вы можете сгенерировать также ноутбуки, не выходя из дома или сидя в кафе на улице. Также для проекта 3.1 я экспериментировал с поиском атмосферы истории и в итоге у меня набрался материал, который сложился в корректуражный фильм. И фильм в итоге был отобран на международный кинофестиваль «Салковский», который также проходит здесь, в Калуге и в том числе в залах ЭКЦ. Тоже покажу кусочек из него для того, чтобы вы понимали, что если вам нужны данные какие-то самые разного рода тематики для мультимедии, соответственно, вы можете это сделать. на сегодняшний день когда мир начинает существовать и улучшить apart from ПАТФИНДЕР В этом sacраме волонтарной separation мою responsabilность моя responsabilность это поддерживать и сопровождение ПАТФИНДЕР Я ОБСЕРВЕР на кей И опять же, нужно учитывать, что технология развивается буквально здесь и сейчас, и что сети обновляют свой уровень, качество детализации, реалистичности, качество звучания или добавляют новый функционал. Например, для музыки хотят ввести, чтобы, во-первых, аудиофайл можно было выгружать в разных дорожках, голос отдельно от инструментов, чтобы вы могли ту композицию, которую вы сгенерировали, соответственно, позвать, например, оперного исполнителя, и он прям вам вживую исполнял бы, например, этот номер. Или чтобы автоматически данная сеть, когда вы создали свое музыкальное произведение, могла дальше выгружать вам сразу же ноты. Потому что, например, вы в этом не разбираетесь, но вы хотите сразу же начать работать дальше. Еще о чем стоит сказать. В ходе поиска и выстраивания диалога с генеративными сетями у вас нарабатывается материал, который не попадает никуда, ни в какие проекты. Но вы можете спокойно его применять в качестве промо-материалов ваших проектов. Например, из накопившихся генеративных наработок для продвижения своей книги «Сын Лира» в соцсетях я просто создал промо-ролик. У меня были записаны на этот раз уже актерами живыми в студии реплики и музыка композитора Сергея Туманова. Она, как и я, потеряла близкого ей человека. Ты злишься, а тебе страшно от того, что не можешь это контролировать. И в этот момент начинаешь думать, что любовь к ней тебя сломала. Заголовок «Роман на грани безумия». Люди не любят видеть перед собой знакомого им человека другим. Это пугает их. Я полностью поддерживаю тактику твоего отца. Ты обязан все это прекратить. Как раз наоборот. Теперь мои руки полностью развязаны. Нэти с Фредом я возьму на себя. Каково это жить рядом с человеком и пытаться заслужить его доверие, любовь, уважение, но постоянно ощущать на его фоне свое несовершенство? Мне захотелось быть этим человеком. Мы пришли. И под финал, соответственно, то, что в рамках онлайн-части Всероссийской конференции «Код провинции» размышлял о том, как можно превратить мою книгу смотреть в одном направлении, в мультимедийный танцевальный спектакль. И итогом стал концептуальный ролик «Космонавты Дива» с применением современных генеративных технологий, примеры которых я вам продемонстрировал. В качестве лицевых образов для мультимедии на «Космонавта» я взял артиста Инновационного театра балета Андрея Яковлева, а в качестве Дива артистку Анну Катанову. А теперь давайте просто подключим воображение и представим, что у вас есть прекрасный мультациональный зал Инновационного центра, культурного центра, прекрасная труппа Инновационного театра балета. У вас есть концепция мультимедии. И на данном этапе представление двух персонажей – «Космонавт» и «Дива». Соответственно, «Космонавт» намеревался с исследовательской миссией и отправился в далекий космос, но за мгновение потерял свою команду из-за аварии при запуске ракеты-носителя. А Дива за мгновение до выступления узнала о гибели мужа в ходе военной операции, потеряв сознание в прямом эфире и частично лишився голоса. Сейчас включим это видео. Соответственно, вопрос для вашего воображения, какими хореографическими средствами вы бы выразили этих двух персонажей и их истории. При отделении второй ступени ракетоносителя произошла нештатная ситуация. Ступень не отделилась. Корабль стала раскачивать. Система аварийного спасения сработала мгновенно, отстрелив спускаемый аппарат, в котором мы находились. Мы приземлились на чистое зеленое поле. Только по воле судьбы под нами оказались снаряды еще времен Второй войны, которые Земля вытолкнула из себя, как напоминание из прошлого. Спускаемый аппарат разворотило. Нас было трое. А выжил только я. Продолжение следует... Я appeared астронат. Я я голодный. И яorb���. Я покажу, как поднял к тому, что у меняomp늬 буду. Субтитры сделал DimaTorzok 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 О, как я зла! Субтитры сделал DimaTorzok Что предает меня, когда мне сильной быть необходимой? Субтитры сделал DimaTorzok Я просила его не браться за то задание В тот раз он мог отказаться В итоге его отряд попал под обстрел Он вытащил живыми всех А сам погиб Почему никто не пресек его жертву? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Почему никто не пресек его жертву? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Богиня Кали появляется во времена, когда хаос и разрушение должны быть преобразованы в любовь и гармонию Но от уничтожения мира ее смог остановить лишь ее бессмертный муж Шива А кто остановит меня? Все, спасибо большое Аплодисменты 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 Продолжение следует...